Добрый вечер, коллеги! Я рада вас приветствовать на занятии по Яндекс.Директу, посвященному выбору оптимальной стратегии показов объявлений рекламной кампании. Урок входит в группу курсов, посвященных Яндекс.Директу. Входит в состав третьего модуля базового курса Яндекс.Директ создания рекламных кампаний. И давайте с вами вкратце познакомимся. Меня зовут Прилепская Марина Борисовна. Я окончила факультет журналистики МГУ, работала в рекламных агентствах, возглавляла отделы контекстной рекламы, далее работала в компаниях разных тематик и поработала на правительство наше также. Есть опыт как на стороне клиента, так и на стороне агентства. И давайте с вами приступим. Приступим и вспомним, где же у нас показываются объявления Яндекс.Директ. Я открываю для вас браузер. В Яндексе ввожу запрос «Купить телевизор Samsung». Итак, что мы с вами видим? Мы видим выдачу. В этой выдаче представлена как контекстная реклама, так и естественный подбор поисковика для ответа на наш вопрос. То, что мы видим с вами перед первой позицией в естественной выдаче, это блок спецразмещения. Первые четыре объявления наши спецразмещения. Если мы посмотрим выдачу ниже, мы увидим с вами также четыре объявления. Это гарантированные показы. Соответственно, сегодня на занятии мы будем с вами смотреть, как настроить показ в блоках гарантированных показов, блоки спецразмещения, а также мы с вами должны помнить, что у поисковика есть рекламная сеть своя, и показаны они идут как текстовых объявлений, так и текстографических. Сейчас я вам покажу пример объявления РСЯ рекламной сети Яндекса. Я открыла популярный сайт о рекламе, и здесь есть блок Яндекс.Директа. Телевизор Samsung, заголовок, далее текст объявления, адрес и телефон. У объявления есть изображение, баннер с телевизором определенной марки. Также я вижу объявления конкурента. Телевизор Samsung купить. Это заголовок, далее основной текст, адрес и телефон. Соответственно, я могу смотреть новостные сайты, сайты разных тематик, также сервисы Яндекса и видеть объявления того же Яндекс.Директ. Как происходит подбор объявлений до показа на этих площадках? Учитывается тематика площадки, ваши ключевые запросы, интересы аудитории. Соответственно, сегодня на занятии мы с вами посмотрим, как управлять этими показами также. Итак, перейдем с вами в аккаунт Яндекс.Директ. Итак, я зашла в аккаунт. Это аккаунт агентский. Клиентский немножко выглядит по-другому. Но для понимания того, как мы можем настроить рекламную кампанию, нам не принципиально, на каком аккаунте у нас размещен логин, к какому он прикреплен. Итак, я захожу в логин и в логине вижу рекламную кампанию. Соответственно, в этой рекламной кампании есть параметры. Давайте с вами откроем параметры. В параметрах мы видим с вами название кампании, дату ее старта, временной таргетинг, регион показов и блок, которым мы сегодня с вами займемся. Это стратегия. Итак, стратегия давайте сейчас раскроем и увидим, что нам предлагает Яндекс.Директ. Сейчас я открою рекламную кампанию на второй вкладке, чтобы вы видели изменения, которые происходят в интерфейсе, когда я выбираю ту или иную стратегию. Итак, в Яндекс.Директе есть два базовых, скажем так, варианта стратегии. Это ручные стратегии и автоматизированные, автоматические. Автоматические стратегии у нас призваны снять отчасти ручной труд. Ручные стратегии дают возможность вам полностью контролировать траты, полностью контролировать места размещения. И большая часть рекламодателей, порядка 90%, сейчас пользуются ручными стратегиями. Ручной стратегии. Итак, ручная стратегия, если мы ее раскроем, она нам дает следующие возможности. Задать стратегию сразу же на все площадки, то есть и на поиск, и на рекламную сеть. Стратегия дает возможность применить ее только на поиске, то есть только на блок гарантии, спецразмещения, только в сетях, только на партнерах поисковика, ну, например, на сайте ДМИ, который я вам только что показывала. Итак, если мы выбираем с вами на всех площадках, то у нас с вами есть возможность ограничить наш дневной бюджет. Соответственно, если мы с вами не ограничиваем бюджет, наши средства на нашей рекламной кампании могут списаться, ну, к обеду, наверняка. Если мы поставим с вами высокие ставки, подберем высокочастотные запросы. Итак, дневной бюджет, соответственно, мы с вами можем установить и в рамках суток, либо в рамках временного таргетинга по часам, которые вы установили в течение дня, этот дневной бюджет будет использован. Итак, предположим, бюджет я хочу оговорить в районе двух тысяч рублей. Итак, далее Яндекс.Директ предлагает выбрать режим показов стандартный и расширенный. Что такое стандартный режим, а что такое расширенный? Итак, стандартный режим – это когда вы показываетесь выдача каждый раз, когда происходит запрос. Предположим, вашего бюджета недостаточно для того, чтобы охватить показы в течение суток, либо в течение того времени, которое вы установили в рамках временного таргетинга. Тогда, чтобы показы не остановились, мы можем с вами выбрать распределенный режим показов, и распределенный режим будет отображать наши объявления не каждый раз, когда происходить будет запрос, а по мере расходования бюджета и, соответственно, растянет показы по часам, либо по всему дню, если вы показываетесь круглосуточно. Распределенный – вот, допустим, вы ввели в 9 утра запрос «Увидели себя». Ввели через 15 минут – себя не увидели. Значит, система посчитала таким образом ваши траты, что приняла решение, что данный переход будет лишним, и средств вам не хватит для распределения показов в течение всего времени вашей ротации. Итак, помимо установки дневного бюджета, ручное управление ставками дает нам возможность показываться на поиске только под его результатами, то есть только в блоке гарантированных показов, гарантии. Итак, где у нас гарантированные показы? Гарантированные показы у нас с вами под результатами поиска перед переходом на следующую страницу в поисковике. Итак, показываю вам. Вот это у нас с вами блоки «Гарантированные показы». Если мы выбираем эту позицию, то, соответственно, стратегия будет избегать блок сверху в спецразмещении и размещать нас внизу. Итак, казалось бы, какой смысл брать данную настройку, если все хотят быть как можно выше? На самом деле выбор стратегии зависит не просто от вашего бюджета, но и от целей и задач вашего бизнеса. И от того, как долго принимают ваши потенциальные клиенты решения о покупке. Итак, у нас с вами, например, может быть рекламная кампания, посвященная недвижимости. Итак, человек принимает решение о покупке квартиры не день, не два и даже не месяц и не полгода. Решение – это не покупка в один клик. Соответственно, мы можем с вами сэкономить в данном случае наш бюджет, разместившись в гарантии, потому что в данном случае человек до конца страницы все равно дойдет. Может быть, у нас с вами другая история. Когда мы рекламируем, предположим, услуги эвакуатора. Какой блок здесь предпочтительный? Конечно же, спецразмещение. Представьте, вы находитесь на шоссе, вам нужен эвакуатор. Будете ли вы в суматохе, в спешке просматривать всю выдачу, искать лучшее предложение, тратить час-полтора на выбор поставщика услуг? Да нет. Вы, конечно же, возьмете первую кампанию, которую найдете по местам размещения и обратитесь туда. Итак, для того, чтобы далее смотреть нам варианты по стратегиям, я предлагаю вспомнить, что влияет на выбор их в каждом проекте. Дело в том, что проекты бывают разные. Где-то предпочтительно получить максимальный объем трафика, а где-то предпочтительнее получить... Не то, что предпочтительнее, а основная задача стоит это получение максимального количества лидов, обращений, звонков по рекламной кампании. То есть у нас, с одной стороны, цель это продать, например, телевизоры, квартиры и так далее. С другой стороны, охватить аудиторию. Итак, если с продажами у нас все понятно, нам нужно максимум обращений лидов, то есть по приемлемой для нас цене, чтобы стоимость заявки не была дороже, чем прибыль. Чтобы стоимость заявки не была дороже, чем наши затраты. То есть наше привлечение должно окупаться, мы должны на этом зарабатывать. И, соответственно, второй нюанс – это имидж. Казалось бы, имидж – информационные цели. Казалось бы, что Яндекс.Директ абсолютно коммерческий такой ресурс. Но бывают истории, когда необходимо до целевой аудитории довести уникальные свойства товара, услуги. При этом стоимость маленькая, но основной канал сбыта – это магазины. Вот, допустим, есть производственное производство мыла, которое является премиум-сегментом. И у них какая история? Они с помощью директа доводят до аудитории, то есть когда люди учат отзывы, комментарии, как выбрать средства гиены. У них, допустим, лучшее приложение, все протестировано, проверено, позаботьтесь о себе и так далее. То есть они нагоняют на лендинг, предлагают протестировать, посмотреть и далее стимулируют таким образом спрос уже не через интернет, а именно через реальные магазины, которые есть у нас с вами почти на каждом углу. Итак, соответственно, в продажах мы используем, нацеленные максимально на конверсию, в конверсию в плане получения лидов, а в имидже мы нацеленные с вами максимально на охват целевой аудитории. И следующий нюанс, который мы должны с вами учитывать при выборе стратегии. Многие рекламодатели, когда приходят в Яндекс.Директ, уже понимают, какие запросы для них принципиальны в размещении, какие для них будут максимально транзакционными, какие наоборот будут скидать бюджет, какие будут низкочастотными, но желательными в выдаче. Так вот, выбор стратегии наш с вами зависит от того, как мы группируем запросы. Бывают такие ситуации, когда на дорогие высокочастотные запросы создается отдельная стратегия. Мы хотим по этим запросам быть, но не готовы себе позволить блок спецразмещения. Тогда мы включаем под эти запросы, пишем отдельную компанию и отдельно ее настраиваем. Бывает, наоборот, мы хотим, чтобы по низкочастотке мы были максимально высоко, низкочастотным запросам. И сделаем под них отдельную компанию и ставим, наоборот, максимально высокие позиции, чтобы они друг друга не сели. Аналогичная ситуация может быть при разных регионах показа. Вы можете делать рекламные кампании на Москву, на Петербург, на Сахали, на Владивосток и так далее. Соответственно, для каждого региона мы можем выбрать тоже разные стратегии. И зависит у нас выбор стратегии, конечно же, от места размещения. Когда мы с вами, ну, конечно же, здесь имеется в виду, в первую очередь, хотим показываться на поиске, либо на сайтах-партнерах Яндекса. Рекомендуется всегда делать, ну, не всегда, рекомендуется стараться делать отдельные рекламные кампании на поиск отдельной рекламной кампании на РСЯ. Ими легче управлять в данном случае. И проще смотреть тоже, те же делать отчеты, проще отслеживать эффективность. И, конечно же, выбор нашей стратегии зависит от ограничения. От бюджета, который мы имеем, бюджета, который мы можем потратить, и стоимости клика, который мы можем себе позволить. Можно сделать, выбрать стратегию, назначить максимальный приемлемый бюджет, но при этом ошибиться в настройках стоимости клика и получить в рамках бюджета полтора, два, три, четыре перехода. Ну, полтора, конечно, не бывает, но их совсем незначительное количество. Давайте с вами осветим маленькую часть, которая нам поможет сейчас дальше разбираться в настройках, в интерфейсе. Итак, это вещь, как наш с вами аукцион. Как происходит попадание объявлений в тот или иной блок? Попадание объявлений в тот или иной блок у нас формируется, исходя из комбинации ставки, которую мы назначаем по ключевому слову, коэффициента качества объявления и прогроза CTR. Итак, ранжирование у нас происходит с вами в блоке каждый раз, когда происходят обращения с тем или иным запросом в поисковике. Если мы с вами прорабатываем хорошо CTR, CTR это показатель кликабельности. Расшифровывается как click-through rate и рассчитывается как количество показов, деленное на количество кликов, умноженное на 100%. Чем выше процент CTR, тем мы можем быть с вами на более выгодных позициях. Коэффициент качества. У коэффициента качества много разных нюансов. Основной из них это показатель релевантности. Чем более у вас релевантное объявление к ключевому запросу, а посадочная страница в свою очередь тоже к ключевому слову, тем коэффициент качества у вас будет выше. Давайте запомним с вами, что у нас есть такая вещь как релевантность в этом разговоре. Итак, соответственно, блок спецразмещения. В блоке спецразмещения действует аукцион на основе ставки базовой ставки размещения вашего конкурента. Сейчас поясню. Итак, в блоке спецразмещения 4 места. В определении списываемой цены вы в интерфейсе директа увидите такую вещь как списываемая цена. Списываемая цена формируется исходя из того, что у вас есть блок, а на 4 месте рекламодатель при всех равных, одинаковых условиях, что у него сеть показатель качества одинаковый со всеми остальными, то тогда бы 4 место у нас бы получило порядка 65% трафика. Соответственно, 4 место у вас участвует в аукционе и назначает свою ставку. Далее, если вы хотите быть на 3 месте, то на 3 месте у вас будет базовая стоимость ставки конкурента на 4 месте. И далее вы заплатите за тот трафик, который вы по умолчанию могли бы собрать, если бы у вас у всех были одинаковые показатели по CTR и по показателю качества. Смотрите, первое, 4 место это 65% трафика при одинаковых условиях, третье 75%, второе 85% и первое место 100%. Соответственно, первое место у нас доплачивать будет 15% кликов к стоимости, которую готов был заплатить рекламодатель на втором месте. То есть мы учитываем, что есть прогнозируемая цена и реальная цена. Реальная цена – это та, которая будет рассчитываться каждый раз в ходе аукциона в зависимости от того, что поставил ваш конкурент. Так вот, то, что поставил ваш конкурент, это, конечно, прогнозируется, но в реальности вы поймете, когда пойдет ваша рекламная кампания. Например, вы загружаете и видите, что ставки кажутся вам очень завышенными. Не торопитесь, не спешите, подождите, пока пройдет модерация, начнет объявление «Участвовать в аукционе», вы увидите уже скорректированные, грубо говоря, требования по ставкам именно для вас. Итак, соответственно, хотелось бы вернуться сейчас к нашему с вами стратегиям и посмотреть, что мы здесь сейчас имеем. Общенное управление ставками ранее подразумевало под собой возможность настройки как показ блоки по минимальной цене. Аукцион происходил на основе того, кто больше всех готов заплатить, тот и будет на первых, на высоких самых позициях. То есть размещение шло за счет ставки. Сейчас аукцион поменялся и выглядит как разбивка части трафика с увеличением, когда вы платите за базовую часть от конкурента с добавлением той цены за оставшийся трафик, который вы можете получить на более высокой позиции. Так вот, когда был предыдущий аукцион, все выбирали стратегию показ блоки по минимальной цене. было действительно, это аргументировано тем, что шла у нас война по ставкам. Она и сейчас продолжается. Но за счет того, что сейчас учитывается добор, вот эти 15-10%, ставки все-таки стали более бумагными. И Директ немножко схитрил, убрал данные стратегии, вообще пересмотрел возможности, которые сейчас нам предлагаются. Раньше вручных стратегиях раскрывались дополнительно по настройке, шли показ блоки по минимальной цене, показ, ну там было много вариантов. Сейчас все ссылилось к исключительному управлению ставками. Так вот, если вы раньше использовали данную стратегию, открыли сейчас после перерыва Яндекс.Директ и его не увидели, так что же у нас происходит? Когда мы выбираем вручное управление, если мы не выбираем показ блоки под результатами поиска, на поиске только под результатами имеется в виду только в гарантии, у вас все равно и там, и там, что в гарантии, что в спецразмещении будет действовать стратегия на высшей доступной позиции. То есть была еще раньше именно такая тактика дополнительно. И мы с вами сейчас контролируем минимальную позицию нашу, либо на высшую, именно исходя из мастера цен. Давайте сейчас я вам дорасскажу про вручную стратегию, перейду в мастер цен и покажу, как контролировать стоимость с помощью его возможностей. Соответственно, если мы выбираем на всех площадках, у нас с вами есть возможность сделать раздельное управление ставками на поисках, на поиске и в сетях. Как это выглядит? Вот я сейчас вам выберу эту стратегию. Перед тем, как я выберу, я вам покажу, что сейчас есть в интерфейсе. Сейчас в интерфейсе есть такая ситуация. Выбрана стратегия. Ручное управление ставками. Показ и в спецразмещении, и в гарантии. И мы видим прогнозируемые ставки для первого спецразмещения, второго входа в спецразмещение, первого места и входа в гарантию. Итак, соответственно, если мы хотим в рамках одной рекламной кампании показываться и на партнерах, и на поиске, и выбираем раздельное управление ставками, то у нас с вами, вот сейчас я вам сохраняю эту вещь, обязательно сохраняем внизу страницы нашу настройку, переходим далее на страницу рекламной кампании. Мы видим, что у нас появилась возможность ставить отдельные ставки на поиски и в сетях. В сетях раньше до этого не было. Итак, что мы видим далее? Мы видим при ручном управлении, что есть возможность поставить ставку, назначить для каждого объявления, для всех ключевых фраз. С одной стороны, если бы здесь было в объявлении несколько фраз, то, соответственно, ставка поменялась бы каждому. Есть у нас вариант прописывать руками везде ставку, но, согласитесь, времени, если у вас тысяча объявлений в рекламной кампании, нет. Что мы с вами будем делать? Мы с вами можем открыть, оптимизировать нашу работу следующим образом, открыть мастер цен. Мы видим его с вами сверху, перед первым объявлением. Итак, я хочу вас предупредить, что, когда вы работаете с мастером цен, он применим для тех объявлений, которые вы видите на странице. То есть вот у меня на странице сейчас сколько здесь объявлений показано? У меня показаны здесь порядка... Ну, много показано, порядка 78 где-то. Они показаны все. Так вот, здесь выбрано все объявления на странице. Может быть, стоять 10-20. То есть если у вас стоят 10 объявлений на странице, остальные скрыты, то заполняя мастер цен вверху страницы, вы примените эти настройки только для этих вести объявлений. Значит, нужно раскрывать все целиком. Ситуация бывает такая, что пока загрузится огромное количество объявлений, пройдет много времени, интернет виснет, ждать не хочется. Соответственно, у нас есть с вами еще такой вариант. Когда мы открываем страницу со всеми компаниями, мы видим здесь кнопку цена. Открываем кнопку цена. Здесь у нас тоже самое совершенно, тоже функционал, что и в рекламной кампании. Итак, что мы можем с вами сделать благодаря мастеру цен? Мы можем назначить ставку для всех объявлений, а также корректировку ставки в зависимости от того, на какой позиции мы хотим с вами находиться. Итак, раскрываем. Первое, что он предлагает, это вход в спецразмещение, первое спецразмещение, первое место, вход в гарантию. Итак, первое место, это не первое место в спецразмещении, это первое место в гарантированных показах в блоке перед переходом на следующую страницу поиска. Итак, мы можем с вами поступить следующим образом, назначить ставку, допустим, 400 рублей, входа в спецразмещение, сохранить, и увидим обновление. Так, обновление сейчас, здесь нюанс рассказываю. Есть функция дополнительно. Дополнительно имеет в виду, насколько я готова поднять ставку в зависимости от того, сколько необходимо средств для того или иного места. Итак, допустим, я хочу быть в спецразмещении и готова в дальнейшем при аукционе повышать ставку на 30%, но при этом плюс 30% от текущей цены для входа. И при этом не переплачивать свыше 400 рублей. Итак, я нажимаю сохранить. И что у меня получается? Что ставка у меня максимальная будет 145 рублей. Сейчас у меня ставка 95,4 рубля. Но суть в том, что у меня стоит ставка здесь в соответствии с моей стратегией. А стратегия это показ в блоке под результатами поиска. Итак, что происходит? Если мы выбираем с вами стратегию показ под результатами поиска и назначаем с вами стратегию, не стратегию, а ставку, достаточную для входа в спецразмещение, мы с вами все равно будем в гарантии. Итак, давайте поменяем с вами нашу стратегию и поставим стратегию ручную с входом в блок спецразмещение. Итак, сохраняем. Жмем сохранить внизу также страницы и обновляем страницу с объявлениями. Что произошло, когда было снятие показа в блоке гарантированных показов? Что произошло, когда мы поставили с вами, убрали галочку в параметре показывать в блоке гарантированных показов наше объявление. Соответственно, ограничение было снято. До этого у нас с вами здесь был серый шрифт. Серый шрифт у нас исчез. И ставка скорректировалась. Теперь мы будем с вами в спецразмещение. на третьем либо на четвертом месте. Соответственно, таким образом мы можем с вами устанавливать как минимальную стоимость размещения для нас в блоке, так и максимальную. Итак, есть еще у нас с вами такая вещь, когда мы выбираем независимое управление ставками в ручной стратегии, как вкладка ставки в сетях. Давайте откроем сети и увидим с вами такую ситуацию. У нас есть объявление, у нас есть ключевое слово. В ключевом слове прогнозируется охват и цена клика, которую мы сейчас с вами установили для спецразмещения. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно теперь проконтролировать траты в сетях с помощью мастера цен. Итак, мы хотим назначить ставку для охвата предположим максимальной аудитории. Ставим с вами тогда 100%. Если мы хотим с вами сократить охват, то убираем соответствующий процент. ставим ставку максимальную, которую готова заплатить. Я поставлю, чтобы показать пример, что произойдет, если будет ставки недостаточно. Ставлю 20 рублей. И у нас пысковик пишет, что соответственно охват у нас появится, что охват у нас будет 81%, 89%, 70%, 100%, 75%. И для увеличения охвата мы можем с вами соответственно далее ставку поменять. ставка в рекламных сетях Яндекса рассчитывается в зависимости от трат, которые вы можете себе позволить на поиске. То есть 100% охват аудитории он считает в зависимости от того охвата, который у вас будет соответственно на самом поиске в спецразобещении либо в гарантии. Итак, жмем Сохранить, ставки наши сохраняются и происходит у нас обновление информации в интерфейсе. Итак, если мы с вами делаем данную стратегию, соответственно можем ее далее менять, отключать показы в сети, отключать показы на поиске. Но для большей части специалистов используют делать отдельные кампании на поиск, отдельные на сеть, чтобы одной галочкой в интерфейсе можно было отключить либо одно место показа объявления, либо другое. Итак, с ручным управлением я думаю более-менее все понятно. То есть у нас есть возможность с помощью мастера сцен контролировать наши траты. С помощью настройки выбирать блог показов на гарантированных показах. Давайте с вами посмотрим теперь еще интересные вещи, которые предлагают стратегии Яндекса. Итак, стратегии бывают не только ручными, но и автоматические. Автоматические стратегии у нас есть такие, как средняя цена клика, средняя цена конверсии, средняя рентабельность инвестиций, недельный бюджет и недельный пакет кликов. Давайте с вами сначала посмотрим, что их всех объединяет. Итак, есть стратегии, где принципиально необходим код счетчика, не код счетчика, а даже счетчик метрики, которые будут базировать свою эффективность на основе данных, которые вам считает этот счетчик. Итак, давайте я вам сейчас расскажу в красе, что такое счетчик. Яндекс.Метрика. Для этого мне потребуется открыть еще один аккаунт. Итак, Яндекс.Метрика, счетчик, веб-аналитики, который дает возможность вам контролировать с одной стороны каналы трафика, смотреть эффективность по ним и настраивать цели на учет целей достижения конверсии на вашем сайте. Итак, что нам здесь интересно? интересно нам то, что метрика фиксирует заполнение форм на сайте, заказы звонков, здесь тема была недвижимости, стоимость квартир, просмотр калькуляторов. То есть, когда человек совершает целевое действие, счетчик вам это фиксирует и фиксирует, по какому каналу трафика это произошло. Так вот, если у вас есть данные по целям, вы знаете, вы их прописали и метрика вам их считает, то, соответственно, директ вы можете настроить с отношением этих целей. Да, и, например, сейчас будем рассматривать более детально стратегии автоматические. Есть стратегия, где прям отдельно можно указать стоимость конверсии. Например, вы хотите, чтобы у вас были звонки по рекламной кампании. Соответственно, если у вас метрика считает звонки, если метрика у вас считает заполнение, например, корзины, форма обратной связи, то, соответственно, на основе, имея данные по запросам, исходя из которых это все произошло, у вас далее стратегии так и будут строиться. То есть, Яндекс. Директ будет показывать объявления по тем запросам, которые максимально часто приводили к этим целевым действиям. Как устанавливается щепот счетчика? Когда вы открываем, просто вбиваем в Яндексе Яндекс.Метрика, открывается вам после этого стартовая страница счетчика, регистрируетесь в нем, и когда вы регистрируетесь, вам сервис представляет код счетчика. Код счетчика необходимо разместить на сайте, чтобы считались эти данные. Данные знаете только вы, то есть, представляете только вам. Это не значит, что вы данные открываете для всего интернета абсолютно. да, то есть, они для ваших конкурентов будут скрыты. И, соответственно, код счетчика необходимо установить на всех абсолютно страницах сайта, иначе на тех страницах, на которых его не будет, они в аналитике у вас не будут присутствовать. Например, вы поставили только на 50 страниц, а у вас 150, и люди как раз на них у вас совершают целевые действия. Так, соответственно, по ним информация не будет, и, например, Яндекс.Директ, исходя из этих данных, свою стратегию не построит окончательно. Итак, что нам нужно с вами еще понимать? То есть, код счетчика мы ставим обязательно с вами. Хотела бы здесь вам еще сказать следующий нюанс. Даже если вы не будете использовать автоматические стратегии, которые привязываются к целям, которые связаны с возвратом инвестиций, вам счетчик все равно будет необходим. Потому что именно благодаря нему вы сможете увидеть, например, сайт глазами вашего посетителя. Там есть такая возможность посмотреть мультик, что человек делает, куда он нажимает на вашем сайте, и, соответственно, корректировать его с точки зрения удобства для пользователя. помимо необходимости Яндекс.Метрики автоматические стратегии у нас объединяются еще одной интересной вещью. Они у нас определяются возможностью ставить приоритет фраз. Дело в том, что когда вы откроете информацию по стратегиям, в каждой стратегии есть повторяющиеся вещи, но когда их читаешь, начинаешь путаться, начинаются сумбур и абсурд. Так вот, есть, соответственно, стратегии, где нам необходима метрика, это средняя цена конверсии, средняя рентабельность инвестиций и недельный бюджет. И есть у нас стратегия, где нам необходимо поставить приоритет фраз высокий, средний и низкий. Вы выбрали автоматическую стратегию, но поймите, что Яндекс выберет не те запросы, которые вам нужны в первую очередь. У вас компания в действии высокочастотные запросы, среднечастотные и низкочастотные. Так вот, зная те запросы, по которым у вас больше всего отдача, вы соответственно в соответствующем поле можете ставить этот приоритет. Сейчас я поле для поставления приоритета вам покажу. Итак, приоритет фраз мы ставим с вами в стратегиях средняя цена клика, недельный бюджет и недельный пакет кликов. Итак, давайте с вами посмотрим сначала стратегии, где нам Яндекс.Метрика. Ну, конечно, необходима с точки зрения анализа отдача в плане посетителей, что они там делают у нас на сайте. Но здесь метрика, она не фигурирует именно как возможность использовать ту или иную стратегию. Итак, средняя цена клика. Что это такое? Итак, средняя цена клика у нас действует на всех площадках в поиске и в сетях. мы с вами можем поставить, если мы знаем, сколько мы готовы в среднем заплатить за переход, то, соответственно, мы с вами можем его задать. Допустим, вы видите, что у вас есть запросы и по 150 рублей, и по 50 рублей. Ну, в среднем по палате 100, окей, поставить можем 100. И, понимая, что есть запросы, которые бы нам все равно хотелось, чтобы были обязательно выше, по приоритете. Соответственно, выбираем высокий приоритет. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. Я выберу удерживать среднюю стоимость клика в пределах 300 рублей. И хочу еще пояснить, что у данной стратегии есть возможность уточнить недельный бюджет. Недельный бюджет означает, что в рамках недели у вас будет плавномерно распределяться ваши траты. Это не значит, что, например, если у вас выключен показ в субботу, в субботу он с ней уберет этот, скажем так, не возьмет в просчет этот день. День посчитается. Но траты будут равномерно распределены между оставшимися шестью днями. То есть исключение дня значит, что все равно бюджет тратится на весь остаток рабочих дней. Значит, если у вас стоит не полностью 24 часа в сутки показ рекламы, то, соответственно, бюджет распределяется таким образом, чтобы хватило и на то время, которое есть в рамках временного таркетинга и по дням соответственно. Итак, я хочу, чтобы у меня бюджет был 5000 рублей. Что у нас происходит, когда мы берем эту стратегию? Мы берем ее, сохраняем, переходим в рекламную кампанию. В рекламной кампании у нас появляется с вами возможность прописывать приоритетность. т.е. вы видите, Яндекс.Директ начал смотреть, хватает, на какую позицию ему выгоднее сейчас, не ему, а нам выгоднее разместиться и, соответственно, подбирает вам автоматические ставки. Видите, исчезли все 300 рублей, возможности повлиять на увеличение стоимости цены в ходе торгов. Все происходит автоматически. И появилась у нас средняя приоритет. Если мы нажмем, то приоритет можно поменять на низкий и на высокий. Соответственно, задав среднюю ставку, прогулявшись по аккаунту и выбрав высокий, вы сигнализируете, какие фразы вас будут по вашему мнению услышать больше внимания. И Яндекс будет стараться их чаще показывать по этим запросам чаще показывать рекламу. Запросы, где высокий приоритет при нехватке бюджета будут отключаться в последнюю очередь. Итак, соответственно, по стратегии показ по стратегии с автоматическим управлением средняя цена клика. Ну, соответственно, на поиске будет та же история, в сетях та же история. Я думаю, все более-менее понятно. Итак, давайте с вами посмотрим такую вещь, как недельный бюджет. Недельный бюджет позволяет нам ограничить наши траты в в рамках с понедельника по воскресенье Яндекс считает у нас с вами неделю именно календарную. Ну, что значит календарную? Дневную, да? То есть понедельник по воскресенье. Если вы запускаете рекламную кампанию, например, в среду, ставите бюджет 21 тысяча рублей, то у вас в итоге и в среду, и в четверг, и в пятницу тратится 3000 рублей. Исходя из того, что в день если 21 на 7 получим, получается 3. Это не значит, что он взял в понедельник два дня убрал и далее распределил вам бюджет на оставшиеся дни. Нет, это будет списываться равномерно. Так вот, понимая, сколько денег мы готовы с вами потратить на ту или иную рекламную кампанию, мы с вами поставляем в недельном бюджете недельные траты наши и можем уточнить максимальную цену клика. Соответственно, здесь можем также прописать допустим 300 рублей и здесь у нас есть донастройка в рекламной кампании. Это получать максимум кликов при данных возможностях либо максимальную конверсию по цели. Вот здесь как раз у нас с вами появляется Яндекс.Метрика. На этом аккаунте, на этом проекте Яндекс.Метрика пока не стоит. Это большое упущение. Вернее, она стоит, но доступа остались у предыдущего подрядчика. То есть подцепить данные невозможно. То есть доступа к этому аккаунту к нему нет. И что было бы, если у нас с вами была бы метрика подтянута к аккаунту. Если бы у нас была с вами метрика, у нас бы стратегия выглядела следующим образом. Она перед вами. У нас бы с вами была возможность задать соответственно размер недельных трат, выращать максимальную стоимость клика и выбрать конверсии, максимальное количество конверсий, которые мы хотели бы с вами получить. секунду, здесь у меня в аккаунте, в этом, к сожалению, тоже не подтягиваться. Сейчас я вам другой еще открою. Соответственно, стратегия бы выглядела следующим образом. Мы бы открывали с вами аккаунт, не аккаунт, а настройки, и видели бы возможность установить недельный бюджет, установить максимальную цену клика и максимальную конверсию. Конверсию это целевое максимальное количество конверсий. Соответственно, у нас была бы с вами возможность выбрать какая форма, что мы считаем по формам на нашем сайте конверсионном. Если выбрать взять одну у нас с вами цель, либо выбрать сразу все цели. И соответственно, стратегия будет показывать вам объявления, учитывая ваше предпочтение по недельному бюджету, по стоимости средней клика и с целью сделать как можно больше конверсий у вас на сайте. Итак, здесь есть нюансы. Если мы с вами начинаем ставить среднюю, не среднюю, максимальную стоимость клика, слишком высокой, не слишком высокой, а слишком низкой, что ее не хватает для достижения конверсии, то соответственно, стратегия теряет всю свою суть. То здесь нужно не перестараться, не поставить слишком низкую ставку. И помнить про это. Итак, недельный пакет кликов. Недельный пакет кликов у нас с вами подразумевает, что мы хотим с вами получить определенное количество переходов при заданной цене, которая не будет больше, допустим, 300 рублей. Вы можете сдавать как максимальную стоимость, так и среднюю стоимость по переходу. Стратегия недельный пакет кликов означает, что в рамках недели поисковик соберет именно то количество переходов, которые вы обозначили, но при этом вы видите, здесь настройки нет ограничения по бюджету. то есть в рамках той цены, которую вы можете позволить за этот переход. И получается, что эта стратегия, помните, я в начале семинара говорила про информационные цели, когда нам принципиально важно охватить максимальный объем аудитории, но при этом по минимальной цене. Вот это как раз тот вариант решения нашей задачи. Итак, у нас с вами есть также еще стратегия средняя цена конверсии. Здесь нам с вами необходима опять же метрика, которая считает конверсия. Если мы можем с вами посчитать, спрогнозировать, сколько мы готовы заплатить за, например, заполнение формы обратной связи на нашем сайте, то мы с вами здесь в этой стратегии прописываем эту стоимость и выбираем цель, которая считает эту форму у нас на сайте. При этом стратегия средняя цена конверсии учитывает ваши предпочтения по недельному бюджету и дает возможность уточнить максимальную цену клика. Итак, если мы все это с вами учтем, у нас получится, что мы достаточно жесткие условия диктуем Яндекс Директу и при нехватке бюджета соответственно вы можете потерять обращение ваше при маленькой ставке, если вы пишете слишком маленькую ставку, то соответственно стратегия вас тоже не сработает. В чем нюанс? Итак, у нас еще есть с вами такой вариант, как средняя рентабельность инвестиций. Итак, средняя рентабельность инвестиций самая такая сложная стратегия и самая к сожалению редкая. Почему редкая? Потому что на рынке не все начали научили считать показатель возврата инвестиций. Что значит возврат инвестиций? Это значит, что вы задаете параметры, параметры, которые учитывают при показах вашей рекламы параметры окупаемости размещения ваших объявлений. Итак, может быть такая ситуация, что вы даете директ, а он приводит вам обращение, которое дороже, чем сама стоимость товара. Например, у вас обращение стоит 7000 рублей, а сам товар со всеми вашими уже комиссиями, например, с учетом вашей прибыли стоит 5000 рублей. Так вот, когда мы много лет назад начинали размещение, к сожалению, вот это никто не считал. Давайте мы запустим поле трафик, посмотрим, что в итоге получится. Так вот, сейчас как раз есть возможность выводить наши с вами возвраты инвестиций и как раз если у вас есть счетчик метрики, ставить возможность при достижении приемлемых показателей по этому возврату показ дальнейшей рекламы. Итак, рентабельность инвестиций. Если у нас показатель рентабельности с вами меньше 100%, то, соответственно, мы в убытке. Если больше 100%, то мы в выигрыше. Итак, мы можем с вами учитывать рентабельность инвестиций по тем или иным целям. Например, у вас есть товар, на который вы создаете отдельную рекламную кампанию. И вы знаете, сколько вы готовы потратить на привлечение клиента. Соответственно, вы настроив учет цели по этому товару и собрав данные по нему, можете сделать здесь усчитывать цель заполнения карточки товара, например, админа этого, и удерживать инвестиции на уровне более 100%. И соответственно, далее возвращать рекламу при сэкономленном бюджете. Вот, например, вы ставите в этих настройках такие показатели, которые начинают вам экономить ваш бюджет. И соответственно, этот бюджет может оставаться у вас на балансе рекламной кампании. И если у вас получается такая ситуация, что денег достаточно много, ждать, пока пройдет у вас дневной бюджет, пока пройдет месяц, не месяц, а неделя пройдет, ну, как-то нецелесообразно. Поэтому здесь мы можем с вами сэкономленное средство сразу впускать в оборот рекламной кампании. Итак, мы можем с вами задавать недельный бюджет, то есть ограничить в рамках какого бюджета мы с вами работаем, и максимальная стоимость клика. При данных вещах получается максимальный учет ваших интересов, и, к сожалению, единственное, здесь нужно настраивать метрику, и обязательно тогда собирать в ней информацию, и благодаря только ней мы можем запустить эту настройку. по поводу популярности того или иного стратегии. Как я вам уже сказала, самое популярное это ручное управление ставками, автоматически чаще всего используют средняя цена конверсии, чтобы получать заполненные формы, например, онлайн заказов по приемлемой цене, и соответственно многие используют недельный бюджет, когда цель это информирование максимального максимально оформирования максимального числа когда цель проинформировать максимальное количество аудитории. И в зависимости от этого еще смотрят обязательно всегда показатели фото рекламной кампании, статистику, и вы помните, что корректировать настройки рекламной кампании вы можете в течение ее размещения, в течение размещения объявлений, и менять сручную стратегию на автоматическую, при этом настройки ручной стратегии у вас сохранятся. Автоматические стратегии, когда вы меняете данные, сохраняются, учитывая за последние 28 дней. Вот такой нюанс. И, соответственно, я хочу вам пожелать на самом деле посмотреть, что у вас будет в ходе той или иной стратегии, и чтобы вы не боялись экспериментировать. К сожалению, какая стратегия будет оптимальна, это становится ясно только с практикой и с ходом размещения рекламной кампании. Коллеги, спасибо за теплые слова. Мне приятно понимать, что вам было интересно. Я буду рада видеть вас и на других вебинарах. Присоединяйтесь. И также буду рада получить от вас темы, которые было бы вам интересно, чтобы были рассмотрены в режиме вебинара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова